Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы обратимся сейчас к 36-й главе книги пророка Исаии Иерусалимского. Собственно, здесь мы сталкиваемся с повествованием, которое по некоторым причинам попало в пророческую книгу. Повествование, которое скорее по жанру относится к некоторому историческому типу. Здесь нет пророчества как такового, здесь нет слов пророка, обращенных от лица Божьего, хотя в следующей главе мы это увидим. Речь здесь идет о событии, весьма известном и подробно описанном, когда фараон Синнахириб, царь Ассирии, наступает на юг из Ассирии и завоевывает один за другим все укрепленные города иудейской страны, и в том числе один из крупнейших этих городов Лахис. И вот царь, или фараон иногда его называют, царь Синнахириб посылает в Иерусалим своего полководца с большим войском. Это было при царе Языке, в 14-й год царствования царей Языке. Вот полководец Ассирийский обкладывает осадой город, останавливается у верхнего пруда на дороге поля. Тот, кто записывает это, по-видимому, наблюдает и подробно весьма фиксирует, где какие там войска этого самого Рапсака останавливаются. И вот царь Языке высылает к этому ассирийскому полководцу некоторое количество знатных людей, начальника дворца, писца и так далее. И дальше рассказывает нам этот текст. Дальше Рапсак, ассириец, говорит им, «Так говорит мой господин царь ассирийский, а на что это вы тут уповаете? На что это вы тут надеетесь? Что это за упование, на которое ты уповаешь?» Я думаю, что это одни пустые слова. Для войны нужны советы силы. Поначалу речь идет о собственном союзе с Египтом, потому что фараон царь египетский для всех уповающих на него, как трость надломленная. «Если кто обопрется на нее, тому войдет в руку и проколет ее». Значит, речь идет о том, что царь Языке думает опереться на фараона, но от этого будет только хуже, опереться на него нельзя. И вот, а если ты скажешь, что будешь надеяться на своего бога, это на которого бога? На того, чей культ ты там, значит, сильно ощипал, потому что речь идет о царе Языке, который запретил, запретил жертвенники на высотах, вот еще и еще и еще. И вот этот самый ассирийский полководец говорит, что ты весь культ бога отменил, централизовал культ здесь, в Иерусалиме, а теперь надеешься, что бог поможет тебе? Ну вот, что делает бог, он говорит. Вот мои войска здесь, войска царя ассирийского. Я же, раз я сюда дошел, говорит Рапсак, значит, на это была воля божья, и Господь сказал мне, пойди на землю сию и разори ее. Вот такая странная логика, но дальше больше. Смотрите, в этот момент царедворцы, которых царь Языке прислал к Рапсаку, говорят ему, давай так, ты говори по-арамейски, потому что мы тебя понимаем, а по-еврейски не говори. Не говори по-иудейски, чтобы народ тебя не слышал. Ну и, конечно, Рапсак немедленно поступает наоборот и обращается, говорит, нет, я буду вот к ним ко всем говорить, кто тут слушает нас по стенам, тем людям, которым предстоит голодать в осаде и есть помет свой, и пить мочу свою вместе с вами. Вот я к ним ко всем буду говорить. И смотрите, Рапсак говорит, пусть не обнадеживает вас Языке Господом, говоря, спасет нас Господь. Не слушайте Языке. Речь идет о том, что, по-видимому, царь, услышав обетование Божье в проповедях пророка Исаии, доверяет этому и говорит испуганному народу, говорит, защитит нас Господь, спасет нас Господь. Не слушайте этого, говорит Синнахириб через своего полководца Рапсака. Лучше сдайтесь, и я всем вам устрою там достаточно сытую жизнь. Посмотрите, что главное, собственно, в этом сюжете. Посмотрите, спасли ли боги народов каждый свою землю от руки царя Ассирийского? Вот боги Ямафа и Арпада. Где они? Завоеваны. Вот боги Сепарваима. Где они? Завоеваны. Спасли ли они Самарию от руки моей? Нет. Все боги народов пали перед царем Ассирийским вместе со своими народами. Никто из них свой народ спасти не смог. Так неужели спасет Господь Иерусалим от руки моей? Вот предлагается, собственно, предательство такое. И этот самый полководец говорит, «Ну, все народы, каждый из них как-то пытался на своего бога надеяться, и ни у кого из них ничего не вышло. Все боги, и этот, и этот, и этот, и этот, и этот, все склонились перед мощью Ассирийского царя, и ваш бог вас тоже не защитит». Собственно говоря, здесь заканчивается 36-я глава, но в 37-й дальше мы встретимся с совершенно поразительным и необычайным поворотом сюжета. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok